Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вадим Печерский, миграционный консультант и руководитель паспортно-визового агентства Rush In Documentation Center. В прошлый раз я рассказал нашим друзьям, нашим подписчикам о ситуации, когда женщина, гражданка России, которая вместе с своим сыном пересекала без визы границу административную между Мексикой и США, вместо ожидаемого прохода на политическое убежище со всеми вытекающими оттуда последствиями, получила форму Ай-94, что позволило ей беспрепятственно пересечь границу США с инспекцией, что дает возможность получения грин-карты. А сегодня я хочу рассказать другую ситуацию, где по тому же самому алгоритму гражданка Украины пыталась пересечь американскую границу в сопровождении своих детей, сына и дочери, которые являются гражданами США. Что из этого получилось, вы узнаете, если останетесь с нами. Подпишитесь на канал, будете ли с нашим видео, если вы считаете, что это полезно услышать и увидеть другим. Поехали! Ну, в первую очередь, хочу сказать, что я не адвокат, я не даю юридические консультации. Я иммиграционный консультант, я сертифицированный параллел. Я, проведя год в Лос-Скул, успел получить то, что получил, потому что пошел работать, и вот так вот не останавливаюсь уже 27 лет. Поэтому я не могу считать, что это видео, это инструкция к действию, это обмен информацией. Так вот, ситуация в следующем. Гражданка Украины приехала в Канкун, переехала в Тихуану, и по заранее намеченному плану, без шума и пыли, автопробегом пытается пересечь границу с США и Мексикой, при том, что ее два ребенка, это взрослые дети уже, сын и дочь, вместе с ней в машине. И вот подъезжает эта машина, в которой находятся три человека. За рулем сын, рядом дочь, и на заднем сидении мама, гражданка Украины, со своими паспортами, больше без каких-либо документов. Вот, подъезжая к границе, значит, двое на переднем сидении показывают свои паспорта, а мама показывает украинский паспорт и начинает говорить сын за маму, что вот она пытается сдать документ на политическое убежище. Ну и в сухом остатке что произошло? Маму так и приняли по подаче на политическое убежище. Ну, суть не в этом. Суть в том, что приняли, ну, жаргонное слово, начали следственное мероприятие против гражданина США, ее сына и гражданки США, ее дочери. Им начали вменять вину попытка перевоза нелегальных мигрантов. То есть, по-английски это звучит attempt to smuggle illegal alien. А люди, конечно, были в недоумении вот с их слов, то есть, на них там кричали, давили, орали, требовали признания в том, что они пытались перевести мамы через границу без инспекции. Они говорят, ну как, ну, в общем, не хочу рассказывать себе диалоги в лицах, хочу просто поделиться этим примером. Пока вы не пересекаете административную границу США, вы не имеете права на адвоката, Конституция-то вас-то не защищает. И вот эти все моменты нужно понимать и нужно знать. И этих людей обвиняли 4 часа, то есть, их 4 часа держали и с разной степенью интенсивности пытались добиться у них признания. Ну, конечно, никто их не бил, но разговаривали с ними крайне неуважительно. Там были крики, там были ор, разговор на повышенных тонах, там было запугивание. Но в результате у них, по их словам, я не знаю, связано это или не связано, но похоже, что связано, им отменили Global Entry. Вы знаете, что такое Global Entry, TSA PreCheck. То есть, то, что они имели, они были зарегистрированы на то, чтобы проходить посадку, регистрацию багажа в облегченном режиме при локальных и международных полетах. Вот это они оба потеряли. И никто больше никаких претензий сделал. Через 4 часа перед ними извинились и их отпустили. Но такой случай имел место быть. И я считаю важным поделиться этим случаем, потому что в сегодняшней ситуации многие мои знакомые, друзья, клиенты бросаются спасать своих родителей, где бы они ни находились, и пытаются правдами и неправдами перевести их в США. Но вы должны поднимать определенную степень риска, которая с этим связана. С вами был Вадим Печерский, иммиграционный консультант и команда Russian Documentation Center.